Вероятнее всего, августу суждено отдуваться перед жителями области за июнь и июль. И надо признать, третий летний месяц старается изо всех сил. С самого первого дня она гоняет температуру, хотя и рекордов пока не бьет. Среднесуточная превышала норму на 6-7 градусов. И днем воздух прогревался до 30-34 градусов. Это в Бресте. Но для этих дней самые максимальные температуры отмечались в 1994 году, от 1-2 августа. Воздух прогревался до 35 градусов. Ну а вообще, что касается августа, то самые высокие температуры, то есть был установлен новый рекорд максимальных температур, был отмечен 9 августа 2015 года. Воздух прогрелся в Бресте до 36,7 градусов. Жара не покинет регионы на грядущих выходных. До плюс 29 будет и в субботу, и местами в воскресенье. В выходные дни погода будет определяться прохождением фронтальных разделов, в то же время поступлением теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Местами кратковременные дожди, грозы и температура воздуха. В субботу ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В воскресенье температурный фон немного понизится, относительно 30-34 градусов. Ночью 12-17, днем 22-27, местами до 29 градусов. Одним словом, самое время, чтобы основательно погреться перед затяжной и холодной осенне-зимней порой. Однако в этом деле важно соблюдать осторожность. Большая нагрузка на организм способна спровоцировать проблемы со здоровьем. Жара опасна не только для тех, кто имеет хронические заболевания. Чтобы избежать проблем, стоит знать и соблюдать простые правила. В жаркую погоду мы советуем не выходить на улицу по возможности с 12 до 16 часов дня. Если все-таки приходится идти на работу, мы советуем одеваться в легкую одежду из натуральных тканей. В жару очень полезно пить много жидкости от 2 до 2,5 литров в день. Это здоровым людям. Людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, рекомендуем ограничить количество жидкости до 2 литров в сутки. Еще мы советуем по питанию больше употреблять пищу, овощей, фруктов. Также не злоупотреблять спиртными напитками и ограничить количество выкуренных сигарет в день. Если избежать перегрева не удалось и после солнечных ванн вы чувствуете недомогание и слабость, появилась потливость и головная боль, лучше не медлить и обратиться к врачу. И сделать это важно как можно раньше, не дожидаясь ухудшения состояния. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.